приветики опять вроде зашла в интернет надеюсь что верну сейчас к себе о кто-то добавляет мне давайте поговорим марин привет не могу добавить не могу мои хорошие но хочу поговорить о том что я увидела я сегодня уснула в 7 утра и проснулась очень поздно потому что на самом деле я мне вчера не скидывают и показывают то что происходит то что чем вчера похвастался наш герой отмена и в какую ситуацию мне поставила там мелкий мелкая душонка мелкая душонка как я боролась я одна женщина здесь в борьбе вот как-то чем-то и он этот вообще не знаю даже слов нет как его назвать который признается в том что еще и в это время я ему звонила когда я говорила у меня эмоции сегодня переполняет меня болит голова мне очень плохо не очень плохо от того что он меня вернул опять в то омерзительное время когда он это так мне вредил и так меня мучил здесь и сколько мне он бед принес и вчера я ему хвастался ольга ты потому что об этом говорить не надо вот у марины несколько аккаунтов было несколько аккаунтов ну там ботинки продавал еще что-то слава богу что не крыма для ануса как вот вот их раз не стало раз не стало раз не стал он так это и типа того что это надо делать типа молча молча и это делается по другому Олечка не так как ты думаешь а когда у меня взламывали эти аккаунты я ему звонила я говорю Саша не вреди мне пожалуйста дай мне здесь выжить я говорю не вреди мне а он мне говорил ты что Марина ты правда что ли думаешь что я ж тебя люблю вот что он мне отвечал и сколько стоит какая цена его словам вот судите сами мои хорошие судите сами Анжелика что случилось случилось то что вчера Саша вышел и хвастался тем как он мне взламывал все аккаунты и жить мне здесь не давал ну и он еще будет говорить про то а он мне говорит когда то я ему говорила Саша я говорю только отстань от нас я говорю он мне я ему что он что-то он до сих пор вас любит будет любить это это твои слова да какой он любит так а ты что вы не знаете какой это мелкий человек такие мелкие душонки как он они любить не умеют они любить не умеют они любят только себя и они только пакости могут делать пакости пакости могут делать бог ему судья бог ему судья за все ты еще пусть тата мне позвонит я говорю оставь у тати покоя я говорю ни тата ни Валера с тобой общаться не будут хочешь я говорю я сейчас вот отдам тебе деньги я говорю только потом я говорю ты мне верни все оборудование и все мои вещи нет говорит нет пусть тата мне позвонит то есть тату надо теперь ему вывалят в грязи мало он нас вывалил в грязи теперь ему у нее тухнут тухнут такие такие инстаграмы тухнут и вот теперь надо привлечь тату еще чтобы свой говно инстаграм раскручивать я в шоке еще там женщины сидят еще эти женщины верят что он мне реально 3 миллиона дал ту на вас ту неужели вы не видите какой он человек он ждет он ждет когда Оля приедет они уверена что они сделают я знаю уже заранее вам говорю Оля сдаст свою квартиру и вот на эти деньги они будут ездить в тай вот что они будут делать это не мое дело это не мое дело но что они так хотят пусть так и живут но за это признание то что что он вчера признался что вы представляете я приезжала я тут так мучилась и вот 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 у меня уже все начинается уже вроде все хорошо и а у меня инстаграм-залов забывать и так три или четыре раза бог ему судья и боженька господи я так от души сегодня молю бога я от души так молюсь что это моя боль не может до него не дойти не ударить не шарапку его а все договорились они все отправляли в инстаграм они отправляли жалобы в инстаграм их несколько человек было в шайке в этом даже мне кажется Таня участвовала и вся его шайка как этот бритиш это вот все что кто его окружает ну я этот хир сохранила я его не сотру и за это он у меня еще подождите ответить за все что он со мной делает он это пьяный был нет это он сказал то что он делал это он мне украшал ты все равно я все сделаю чтоб ты не выжил в Китае не выжила в Китае он мне это говорил и думаю как же он это сделает и он сделал так что он меня блокировал мои инстаграмы блокировал случайно смеешься если пошула а про Иру говорила что ой говорит бежала 8 дней и 8 ночей чтоб сказать что у нее есть жених и что типа того что она меня все еще любит и Таня типа меня любит там Сашу Африканта вот так косвенно опустил и Алену у нас есть такая ну общие друзья это его друзья не мои это его друзья али Алена с Юрой вот и Алена такой нейтралитет взяла скорее даже не нейтралитет а с Аленой вот в Москве я не встретилась потому что Алена всегда хотела нас помирить Алена работала прям конкретно работала над тем чтобы нас помирить вот вот ну и я знала что я ее очень люблю я эту семью боготворю обожаю вот и один раз она мне позвонила и говорит Марин давай встретимся с детьми у нее внук есть Юра я его обожаю и с Бетечкой поиграем вот я знала что она мне будет уговаривать на то чтобы я с Сашей помирилась и я с ней не встретилась а сегодня он как он как о ней отзывался омерзительно это Алена потому что она просто держит нейтралитет и понятно было что он приказывает своим друзьям не думать своей головой а только делать то что он их приказал за все Саша Ковалевский ответит перед Богом за душегубство за всех женщин которых он обидел в этой жизни которых он использовал он даже Машу использовал в этой жизни в своих целях как он рассказывает да мне надо было умного ребенка я ее никогда не любил я ее доводил за ручку до дома а потом шел с другими девочками типа того что занимался своими грязными делами и начиная с Маши каждую женщину он использовал в этой жизни и сам все это Бог ему судья Бог ему судья за все это Бог ему судья за все это Бог ему судья за все это Бог ему судья я желаю когда-то я бы может быть ее пожалела сейчас я рада я желаю чтобы поскорее она поехала вот чтобы она поскорее 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 ох боженька ее наказала тем что она что она ссообразила что она уничтожила с этим я потому что я хотя бы не соображаю я это думаю Продолжение следует... А еще сидят там эти курицы, пишут про меня гадости. Я всех заскнигнула вчера. Я всем напишу сегодня. Говорите, спасибо, что Бог развел вас. Это не любовь, я всегда это говорила. Нет, это не любовь. Это даже не знаю, как назвать. Я сейчас очень волнуюсь. Я переверничала всю ночь. Я уснула так. Я бурлила. Я сегодня утром проснулась, еще вот это посмотрела. Я вообще сошла с ума. И сейчас я не способна деструктивно соображать и называть своими именами. Я придумаю имя, как это называется, то, что он делает. Это не любовь, конечно, такая же, что это любовь. А мы с Яной сегодня общались. Я говорю, мне на работе говорят, у тебя бывает плохое настроение когда-нибудь. Я говорю, никогда. Но этот дебил с опарышем и все, пусть им все вернется. Он действительно, ну, я людей не встречала, которые... Я ему когда звонила, я говорю, Сашенька, пожалуйста, пожалуйста, я тебя прошу. Я говорю, не делай это, не вреди мне, пожалуйста. У меня, понимаешь, вот у меня взламывает, взламывает там инстаграм, и у меня дела обстают там месяцев на три, на два, пока я другую не восстановлю. И так случилось четыре раза. Я говорю, пожалуйста, Саш, не делай, ну, будь выше всего этого. Он говорит, да ты что, Марина, что ж ты думаешь, что я это, это я делаю, что ли? Да ну ты что, я же ж тебя люблю. А вчера хвастается, как он меня их взламывал. Пидарас. Вот другого слова нет. Пидарасина, как Гузеева говорит. Пидарасина. Вот все, другого, других слов нет. Бог ему судья, Бог ему судья, Бог ему... Боженька, Боженька. Моя энергия его так ударит, что ему мало неблагодарства в этой жизни. Я его сломала и дальше сломаю. Суку сломаю, сломаю мразоту. Это пан закрывал ваши инстаграмы, не один, не один. Вчера в сети такой, знаешь, пьяница, алкоголик, и хвастается, как он это делал, молча, типа того, что... Олечка, типа не надо, говорит громко. Вот там, говорит Марина, продавала свои ботинки или что, я даже не знаю. И ей поломали несколько инстаграмов, даже не один. Даже не один, а несколько инстаграмов. Но никто не знает, кто это сделал, типа того, что и рассказывает, как это он сам делал. Это надо, типа того, что обсуждать под одеялом. Под одеялом надо обсуждать. Ботинки, я уже по сравнению с ним свечи от Ануса не продаю. Спасибо, Господи. Это для меня такое было открытие, я всегда знала, что он взламывает. Но когда он говорил, что нет, Марина, не верь в это, не верь в это. Я же тебя люблю, Мариш, как я могу с тобой так поступать, он мне говорил. Думаю, ну правда, ну как можно не верить человеку, если он так говорит. И вот он вчера видал, видал, какое он говно, как он мелкий, мелкая, такая мелкая у него душа. Душа, Боже мой, там души-то и нет, там душонечка вот такая, которая ничего не стоит. И вот ему хочется хвастаться, чтобы всему вокруг доказать, потому что он-то понимает, что он не такой. И вот он, да, ты с ним разговариваешь. Когда-то, когда-то мне те же слова, те же самые слова он сказал, как вчера. Он сказал вчера. Мы встретились там, говорит, сказал. Ну он эту ситуацию мне уже рассказывал, еще когда я на доме два была. Я тогда поверила в это. И я встретилась, ну, с каким-то там всякопоставленным чиновником. И я с ним поговорила, потом мне, ну, со мной были ребята, которые мне сказали, да ты с ним разговаривал как с подчиненным. И он это мне вчера рассказывает, как будто это случилось позавчера. У меня вот такая реакция. Думаю, о, сука, это же ты мне рассказывал, когда еще на доме два я была. Думаю, сука, ну это что за хвостовство, это что за мелкая душонка, это что за мужичонка, что за человечек маленький, при его росте, сука, разве можно быть таким маленьким? Блядь, я его, я мужественнее его, миллион, сука, раз, миллион, сука, раз. Марина, Бог его накажет, и очень сильно. Это все уже просто, он вышел все, вышел все этой грязи. Нет, это не в прошлом, пока я его окончательно не сломаю, не в прошлом. Он до сих пор работает над тем, как портит мою жизнь, как говорит про моих, про меня. Три миллиона он мне дал, блин, три миллиона. Каких три миллиона, сука, трон, три? У него три миллиона, никогда в жизни я ни в его руках не видела, ни в его аккаунте не видела. Дал он мне сто тысяч рублей в долг. Они лежали на моем аккаунте. Вот, он мне их дал, мне. Африкон трогать не будет, ему невыгодно. Ему вообще ничего невыгодно, все, что он делает. Ему семерие перед самым собой невыгодно, как он вчера заходит и говорит. Как он выдавил вчера, Ольга, я тебя люблю, говорит, я тебя люблю. Сука, вот это вот, выйди, если ты мужик, и скажи это в трезвом уме, перед всеми. А если ты это не сделаешь, ты, ты кусок говна в таком случае, ты кусок говна. Да и ответь за свои слова. До конца жизни, сука, отвечай за свои слова. Я за Ольгу сейчас. До конца жизни отвечай за то, что ты говорил ей. Слава богу, что сейчас в мире интернета. И каждый будет его пинать, если это не сможет сделать. Краснодар висит. Почему он так делал? Невозможно, Мариночка. Не надо вам грязь слушать, а они пусть карму нашу честят. Господи, какую же карму, Ирочка, у меня сегодня вот так вот все. Сегодня мне очень плохо, прям очень плохо, осознавая того, что он мне принес столько бед, столько боли, столько всего плохого принес. Вот кроме плохого он мне ничего не принес. И деньги, которых он тратил там на еду, или на какую-то там шубу, или на какие-то поездки, это все, это все, тьфу, это говно все. По сравнению с тем, сколько боли и несчастья он мне в жизни принес. Шубу эту разыгрываю, девочки, обязательно приеду в Россию, я его разыграю. Пусть это достанется людям. Я его очищу, конечно, я приведу сначала, приведу вот какую-нибудь ведунью, я не знаю, как это, экстрасенс, или как это называется, у нас на доме двоих полно, которых приглашают. Вот приведу кого-нибудь, очищу от его энергетики, не дай бог, чтобы его энергетика не пошла к никому. Это просто женщины, которые он красиво говорит, они его знать не знают, и они реально думают, что он нормальный человек. Мариночка, мы вас любим, не расстраивайтесь, не плачьте. Не слышу, не вижу, крутится. Девочки, ну чушь так, а сейчас как? Нет, Мариночка, вы его любите, поэтому так больно. Нет, 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 так не думайте. Мне больно то, что я пережила в Китае. Когда вот только-только-только вот я дойду до чего-нибудь, вот-вот-вот-вот уже все хорошо, и слава Богу, и все у меня будет хорошо, он раз у меня инстаграм взламывает. И чтобы раскрутить второй инстаграм, у меня месяцы уходили, месяцы, чтобы найти тех людей, с которыми у меня был какой-то коннекшен, и которые были мои, я же не ожидала этого, я в первые разы, я не сохраняла их. Сейчас у меня всех сразу в WhatsApp переношу, всех-всех-всех, а вот. Но с этим я почти год потеряла с этой борьбой. Год потеряла в этой стране. И, конечно, его сейчас, это его мелкого душонка будет радовать. Но по сравнению с тобой, он когда-то мне позвонил и сказал, ты наладил свою жизнь, теперь дай мне наладить мою. Да, сука, никогда ты не наладишь свою жизнь, потому что ты ебнутый, 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 господи. Никогда такие люди не наладят свою жизнь, не смогут наладить, не смогут, не сможешь, не сможешь, чужая боль тебе не даст. Боль тех женщин, боль тех окружающих, которым ты причиняешься. Ты не сможешь. Бесплатная домработница едет в Кребанково, в Воронеж. А сколько крови каждый человек воспринимает информацию так, как хочет сам. Плюнуть и растереть, и все. А так, а то из эфира в эфир, пан-пан-пан. Да, каждому. Ты очень хорошо понимаешь, если не спаси своего характера, пидро. Это я про кто кому что пишет. А сколько крови тогда-да-да-да-да? Денег нет, хоть Уту будет кому приносить. Фитричмо. Это вообще... Пан вчера говорит, что... Девочки, вот, Венера, Венерочка, солнышко мое. Я вас очень уважаю, я давно вас вижу в своих эфирах. И я люблю своих подписчиков очень. Ну, вы действительно верите, что он умеет любить? Вы действительно верите, что... Какой же ж ты мужик? Какой же ж ты, сука, мужик? Если ты реально кого-то любишь, и ты вот так можешь потерять этого человека. У вас как в голове любовь это складывается? Я вообще не понимаю. Мужчина, мужчина... Если мы говорим про мужчину, который влюблен в женщину, он горы свернет. Он все сделает для того, чтобы вернуть... Вот, быть со своей женщиной, со своей любимой. Он все поменяет в своей жизни, все сделает. И все будет хорошо. Потому что... Мне в чем надо было меняться? Мне в чем? А я не пьяница. Я не курильщица. Я не какая-нибудь там падшая женщина, как Винцеслав говорит. Мне что надо было сделать? Все, что от меня зависело, у меня все было. Все, что нужно для семьи. И для нормальных отношений. У меня было все. Это у него нету. Дети не общаются, сестра тоже. Да все уже в этой жизни. Я не знаю человека, кроме его друзей тайских, кто не отказался от него. Я никого таких не знаю. Никого. И то их просто в страхе держит, говорит, я им... Видишь, как он вчера про Алену сказал? Она, видимо, не поняла, кто есть кто. Она очень хорошо поняла, кто есть кто. Уже уважаемый его муж. Я не вообще... Он очень уважаемый человек. Уважаемый человек, Юрочка. Уважаемый человек. И это Алена, за него рвала и метала. И мне названивала каждый день. И каждый день пыталась, каждый день пыталась, каждый раз я в Москву приезжала. Ой, думаю, сейчас Алена будет звонить, опять агитировать меня за Сашу. Как она за него тогда рвала. Мариночка, 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 все бывает, Мариночка. Мариночка, он тебя любит, Мариночка. Вот тебе, Аленочка, получила сегодня говна. А что может дать говно, кроме говна? Вот как бы не старался? Фекалии. В золото превратится там, притворится, притворится. У него не получится фекалии. От фекалий получишь только фекалии. Понимаешь, это закон, это закон. Закон такой. Это закон. Марина, здрасте. Мы вас видим и слышим. Все хорошо, и видно, и слышно. Захочет? Сдохнет на своей крыше, и вот до них кто не подаст. Каждый заслужит то, что заслуживает. И я заслужу то, что я заслуживаю. Коль я заслужила его, значит, я ничего хорошего не заслуживала в этой жизни. И я... Боженька мне даст понять, разобраться в себе. Конечно, я тоже неосознанно, а вот осознанно в заблуждение быть невозможно. Человек не осознает, когда ты в заблуждении в каком-то. А вот даст мне, Боженька, осознание и пойму, за что я это получила, за что. Пойму, обязательно пойму. Он мне, что это... Не, соберись, пожалуйста. Про... Про думан. Ужас. Это он. Здрасте. Песец. Я на все... Я все... Я все вижу. Да нет, у меня вроде нормальный... Вот так никогда первый раз сейчас вот нормальный интернет. Я переустановила этот VPN. Марина, не расстраивайтесь так, мечтует он этого. Это он делал. Это он делал. Это он делал. Представьте себе, я вчера хвастался этим. Типа того, что... Олечка. А Олечка сидит там, говорит, типа того, что моя дочь... А вы не забудьте, что моя дочь очень обеспокоена этой ситуацией. Моя дочь очень обеспокоена этой ситуацией. Ты... 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 Корова, Господи, прости. Когда она про меня орала про тебе, ты поддерживала, то есть про меня можно было говорить, а про тебя нельзя. Где логика, где честность, где человечность твоя. Когда ты подвякивала ей, когда она точно так же про меня говорила, ты что подвякивала? Ты... То есть про других можно говорить, а про тебя нет, Олечка? Моя, да что ты говоришь. Бумеранг-то он такой. Все возвращаются в этой жизни. Он вчера под шафе был. Да, не только под шафе, он всегда наговаривает много лишнего. Что, Марина, где у кого-то остановка в Китае, капец, связь. Каких детей. Вчера он такой бухой был, такой в чушь нес. Это был не чушь, он правду сказал. Он правду сказал. Все, что он говорил, это было правда. Я как вспоминаю голосовые ваши, которые крыша выставляла. Крыша? А, кошка. Кошка выставляла. Так вздрогнула. Четкая картинка, кто такой пан складывается. Малышу, я врать буду, что ли? Я просто не хотела, чтобы это люди знали. Это я просто ей, как по-человечески, я к ней хорошо относилась, действительно, она мне была, ну, правда хорошо к ней относилась. И как-то вот свою вот эту вот в Париве, когда он очередной раз меня довел до того, что я тут чуть инфаркт не получила, как раз по этой дороге бежала, вот по этой дороге бежала. Вот, я побежала. Туда дальше я утром бегала и ему позвонила. И он меня так довел, так довел, что я домой пришла, мне все трясло. И в это время звонит эта кошка и Париве гнева эту правду сказала. Париве гнева, я ей сказала, одному человеку эту правду. Не ожидала того, что она все выставит, это вся Россия об этом узнает, я не знала это. Ну, и в принципе ничего не соврала, что как-то сказала это все. 100% правду. 100% правду. Только 100% правду. Что-то мне горит, они отвечают. Зачем? Я обязательно ему напишу. Ты посмотри, какой жесткий. А я ему обязательно напишу, зачем его маршрут перекрывать. Это бесчеловечно. Я не думала, что он настолько жесток. Он не только жесток, если бы от него зависело, слава Богу, что Бог отнял у него какое-то маленькое у него было, в какой-то степени у него на самом деле была какая-то власть, power. Но Боженко понял, что таким людям власть давать нельзя, потому что они будут его использовать, эти мелкие людишки, они в своих целях. То есть они далеко не видят, они дальше своего носа не видят, они используют его только в своих целях. И у него его забрали. И слава Богу. Это высшие силы так распоряжаются, когда тебе дают и смотрят на тебя, что ты власть можешь использовать только ради своих мелких интересов. Понимаешь? Это не взламывает аккаунт, перекрывает. Сам вчера усмешка, я так говорил, пьяный. Нет? Как перекрывает? Какая мне разница, перекрывают или взламывают? Я туда зайти больше не могу. Там вот закрывается, и ты пишешь, пишешь инстаграму, но они не реагируют. Ты ничего не видишь, ты себя видишь, но не видишь ничего, ни посты выставить не можешь. Ты не видишь своих фотографий. Аккаунт просто замороженный, никакой, все, он замороженный. И так несколько раз. И ты не можешь зайти в свои переписки, ты не можешь написать своим клиентам, своим... Марина, позвони им, поговорим. Да, конечно, он этого и добивается, чтобы я ему позвонила. Делать мне нечего с ним разговаривать и еще ему чего-то. Он повернет так и сделает так, что выставит еще и меня. Не, я ему звонить не собираюсь никогда. Я это зарубила на носу. Прикасаться, минутное прикасание к этому человеку, минутное прикасание вот такое вот, минутное, оборачивается на месячный скандал. К нему прикасаться нельзя, прикасаться нельзя. Ему звонить нельзя. Это на месяц вонь будет стоять в интернете. И после того, как в этом интернете появился он, интернет, наверное, не помнит такой грязи, который грязь, как он притягивал всех и всех женщин, как он им манипулировал, как он их обманывал, потому что когда ты рядом с людьми находишься, рядом находящиеся люди, его раскусили. И теперь он понял, что обманывать виртуально это намного легче. обманывать и вводить людей виртуально в заблуждение, это куда легче. И вводил он их в заблуждение, всем чего-то обещал, всех друг с другом сталкивался. Век интернета не помнит, столько грязи, столько учинил Саша Ковалевский в этом интернете. Ой, Господи, я сегодня... Нина, пошла вон отсюда, понимаешь, кроме пана Эста о чем поговорить. Уж со мной-то есть сука о чем поговорить. Пошла вон отсюда. Бляди, заходят и чего там я поучают здесь. Я о своей воле говорю, а ты, мне интересно, иди нахуй отсюда, блядь. Иди в жопу отсюда. Все. Господи, прости. Вот, Господи, 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 это так грязно, так некрасиво. Так похабно. Ну, какие же ж вы суки, какие же ж вы суки, что такое пишете. Когда у меня все вот так вот трясет, а ты меня чему-то сука сидишь, поучаешь. Сука ты конченая. Неужели так легко? Ну, мой инстаграм не так... Мой инстаграм можно взломать очень легко, потому что я еще писала, что я торговлей занимаюсь, а торговые инстаграмы, они быстро, быстрее можно закрыть. наверное, Саша в глаз дал, бедный. Эрмолина, ты охренела у овца? Обещала, не значит жениться. Вот, у Саши это точно ничего не значит, обещала. У Саши это сто процентов ничего не значит. Марина, вы его породили, вы должны его убить. Так и будет. Да будет так. Ой, Господи, я сейчас в таком состоянии, что... Прости меня, Боженька, прости меня, Боженька, прости меня. Когда я услышала, когда я услышала про мои инстаграмы, я не знаю, я разум, разум, у меня все началось. Я по комнате ходила, как будто вот сейчас, если бы он тут был, я бы его схватила, раздержала бы, вот так. Шкуру бы, сука, отсюда начала снимать, вот так вот, моими ногтями, когтями, вот так вот. Сука, сняла бы с него, эту шкуру бы сняла бы с него. Пидорас. Еще этим хвастается, пидорасина, 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 пидорасина. Так, Венера, Яну заблокировать? Вы что, шутите, что ли, Яну я буду заблокировать? Яна, это вообще человек, который самый искренний из всех, которые вообще, может быть, здесь присутствуют сейчас, ну, кроме некоторых, есть у меня еще хорошие друзья здесь. И блокировать Яну, уж простите, я не собираюсь. И я матерюсь, когда меня выводите из себя, я тоже матерюсь. Не надо меня выводить из себя. Когда мне, я о своей боли кричу, мне не надо писать, как вот это вот, которую грязно-грязно материла сейчас. Вот не надо мне так писать. Зора, Венера сукозалетная Ну я почитаю сейчас Подожди, зайду посмотрю Еще Яну буду вам блокировать Вы что вообще что ли уже Вот это вот приказ Дали мне тут Вы думаете что я с головой не дружу что ли совсем Представлена мы вас любим Я перед вами очень извиняюсь За все маты сегодняшние И за все что я сегодня Выдала Но мне сегодня Ну просто слишком эмоционально И слишком все Когда я это услышала Перед глазами как предстала Все мои Как это все Как тяжело мне становилось Когда мне взламывали этот инстаграм И как все рушилось у меня Как мне все рушилось И как я боролась каждый раз Но он Он у меня не отнимет сил Никогда Он ничего Он никогда меня не сломает А вот я его сделаю Делала Сделала и сделаю Пидораса Сделала и сделаю Вот так вот Сделала и сделала Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Сначала мать, а потом боженька. Да, сначала мать, а потом боженька. Потому что я извиняюсь перед боженькой. Что, не бывает так? Такая смешная. Вот сидит сейчас вот этот человек. Кто? Вот, который написал сначала мать, а потом боженька. Вот самая колхозница наверняка, которая матерится, а делает, что типа того, что она такая... Конечно! Сидеть за этом самым, никто тебя не видит, никто твои речи не слышит. И типа ты можешь осуждать. Но я-то знаю, кто вы есть на самом деле. Многие из вас. И я знаю, как каждый разговаривает в России. И когда мне пишут, чтобы я матом не разговаривал, мне смешно становится. Мне становится, сука, смешно. Тем более, если это не кавказские женщины, но Кавказ еще каким-то образом... Многие уже стали материться, правда. Но 80% женщин на Кавказе не матерятся. Я еще понимаю, что бы мне писала какая-нибудь женщина, которая из Кавказа. Но когда мне пишут... Поклеще писать, и весь эфир будет в матах. Ну, если она что-то вам плохое написала, я знаю этого человека, какой это человек, значит, она на что-то отреагировала. Подумайте, на что она отреагировала, и прекратите делать это все. И не будет от нее мата. И подумайте, те, которые решили меня типа спровоцировать, что я вас полью не только матом. Если когда у меня, тем более, нет настроения, когда вы меня вывели из себя, не только мат в вашу сторону полетит, Марина Вилучева, это так, так, когда... Он сказал, я же сказал, что когда вернусь, в Воронеже ее группы больше не будет. Вот и нет. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Правда, о Ковалевском. Ой, Ковалевский, о, что с тобой будет! Не рад ты будешь тому, что ты вообще есть на свете. Не рад ты будешь. Подожди еще. То ли еще будет с тобой. И никто тебя не защитит, все тебя ненавидят. Никто тебя не защитит. Венера очень, сука, будь с этой Венерой. Ну, раз вы мне себя так пишите, я ее заблокирую, потому что я тоже какие-то каверзности от нее чувствую. Вот какие-то вот... Все, до свидания, Венера. До свидания, моя хорошая. Чтоб тебя никто не материл здесь, спокойнее тебе будет. Чтоб ничего плохого тебе не говорили. А без мата не получишь. Это эмоции. Ну, все. А у меня тоже среди нас уже Венерочки. Нету. Вот, видите? Очень рада видеть вас в здравии. Спасибо вам большое. Коль Зова не отвечает, я ей звоню. Она мне не отвечает. Сейчас я тогда поеду. Через мост перееду на ту сторону, вот туда вот. И оттуда с вами буду говорить. Рубакова тут. А кто такая Рубакова? Вот все говорят, Рубакова, Рубакова. Я ее не замечала. Но часто слышу, мне мои подписчики говорят, А вот это вот Рубакова, то ли не помню сейчас, в хорошем контексте о ней пишут, или в плохом, не помню. Но часто слышу вот это Рубакова. Вот. Мне надо разобраться, кто такая Рубакова. всегда материшь. Яночка, зря уже пишешь, ее уже нету среди нас. Мариночка, даже в таких неприятных для тебя эмоциях ты прекрасна. Миха Хармарина Супервенщина, спасибо, моя хорошая. Илона Алтихова, спасибо, Илоночка, спасибо. Так приятно. Конечно, некрасиво, когда я матерюсь. Но когда я в таких эмоциях, мне так больно. Это вот делюсь с вами и вообще другую реакцию хочу от вас, чтобы меня успокоили. Какая-то овца сидит меня чему-то поучает. Ну как-то ее не послать туда, куда я ее послала. Это ты еще и так... Я рада, что я так грязно послала ее. Грязно. Как заслужила только, так и послала. Вот это самая искренняя эмоция и самая яркая, самая понятная. Какой долг! Двести! Какой двести! Какой двести! Добрый день! Сидит в эфирах и жопу пьяный язык пока нависовывает. Тьфу! Нет, закрыли на карантин рынке. Ермолина делает Сибис. Но, если Венера это Ермолина, если Венера Ермолина, Венеру я заблокировала уже, девочки, можете не писать. Да, святоши, святоши тут собрались. Да, не говорите, не говорите. Вот, здесь тоже, у нас тоже не чрезвычайная ситуация. Люди ходят, мы все гуляем, люди танцуют вечером, вот здесь вот играют. Вот уже собираются вот эти, которые танцоры, они сейчас ставят оборудование, будут танцевать тут. Но каждый из нас в маске. Мы знаем, мы знаем, что ничего не может случиться сейчас, если я сниму маску. Но мы соблюдаем респираторный этикет. Почему это, сука, нельзя соблюдать там, куда пришла беда? От нас она уже ушла, но мы все равно его соблюдаем до положенного времени. Потому что мы боимся сейчас, что Китай массово возвращается. Вот сейчас я могу снять, я на мост поднялась, и здесь, здесь на мосту никого нет. Здесь вот очень мало людей, но когда будут подходить, я буду вот так делать. Ну, не так вот много людей. здесь я могу снять себе маску. Могу это себе позволить. Вот. Меня беспокоит, что Зора трубку не берет. Что с ней могло случиться? Может, не дай бог, что-нибудь случилось. сейчас я буду в Афе звонить. Ну, так не бывает, чтобы она мне трубку не брала, такое никогда не бывает. Привет, Зора, Сказала, что если через час она мне не ответит, я уже буду поднимать тревогу, потому что так не бывает. Ирина, следите за языком. Неприятно читать. А ну-ка, кто такая Лена, пройду назад и почитаю. Или же, вот. А что Лена написала? Слушай, такую правду. Такую правду написала. Вот самая-самая правда, которую я прочитала. Вот это самая правда. Это правда, это правда. Так и есть. Видите, материтесь на странице алкаша, паны. Это знаешь, Мариночка, это сейчас я не могу ругать за мать никого, потому что я сама матерюсь. И знаешь, я хозяйка этого эфира, я вышла, я матерюсь. И как же я могу сказать кому-то, ты не матерись? Как? Это невозможно, быть не может такого. Поэтому сегодня простите меня и простите тех, которых я завела с этими... Вот я, наверное, все-таки оденусь. Вот я, наверное, все-таки оденусь. Марина, он все урет. Не Ковалевский. А Андерсен... Сказочник, это... То, что он, Сказочник?